Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, от имени создателей и сотрудников портала Экзогет.ру поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы. 75 лет назад окончилась Великая Отечественная война, за эти годы сменилось не одно поколение, но тем не менее этот праздник остается одним из самых радостных, светлых и родных сердцу каждого из нас. Это день всенародного ликования и великой скорби, это день великого ликования и триумфа, потому что действительно была одержана сокрушительная и незабываемая победа, это день благодарной памяти о наших предках, о наших родных, на долю которых выпали суровые испытания, но прежде всего это благодарность Богу, потому что по-настоящему все победы, которые мы можем одержать в этой жизни, приходят свыше. Поэтому это благодарность Богу, даровавшему нам эту победу. История нашего народа и особенно история Великой Отечественной войны изобилует рассказами людей, чья жизнь была сохранена лишь благодаря какому-то чуду, лишь благодаря божественному вмешательству. Поэтому вместе с ними и вместе с народом Божиим в эти пасхальные дни мы можем воскликнуть «Сие сотворил Господь!» И это было чудом в наших глазах. Это день великой скорби, потому что не все вернулись домой. И 9 мая Православная Церковь совершает молитву о всех людях, умерших в годину испытаний. Мы молимся о всех. Мы молимся о прославленных полководцах, военачальниках и неизвестных никому героях, солдатах. Мы молимся о людях, совершивших великие подвиги и о людях, которые скончались, став невидными жертвами от ран, болезней, голода, в горьких работах, в лагерях. Мы молимся по-настоящему о всех, когда Ольга Бергольц говорит «Никто не забыт, ничто не забыто», «По-настоящему лишь у Бога и в благодарной памяти народа никто не забыт и по-настоящему ничто не забыто». «И вечная память всем павшим и блаженный покой их душам». Очень часто 9 мая в нашем церковном календаре выпадает на пасхальные дни. И поэтому радость о Великой Победе удваивается, умножается Великой Пасхальной радостью, потому что это радость о другой победе, той победе, которую одержал Бог через воскресение Своего Сына над силами ада. И поэтому этот праздник сегодня тоже озаряется этими криками ликования «Сей день Его же сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь!» В эти дни, празднуя 75-летие нашей Великой Победы, пусть наши сердца наполняются радостной верой, уверенностью в будущем дне, доверием к Богу и к жизни. Как сказано в Писании, «Того не видел глаз и ухо не слышало того, того вообразить не может сердце человека, что приготовил Бог любящим его». Пусть воскресший Господь в эти дни подает всем нам силу в моменты испытаний, пусть Он подает нам свою радость в моменты ликования, пожелаем друг другу мира, добра, благоденствия и, самое главное, единства. Христос воскресе!